слушай вот как вообще так получилось что мы с тобой здесь сегодня оказались и был ли вообще какой-то другой вариант или так называемый выбор ну собственно так тому и быть да и вообще страшно подумать как могло бы быть иначе что касается самого граффити я не даю этому какого-то конкретного определения будь то ну собственно граффити или там стрит-арт прости господи или уличное искусство или граффити я это скорее рассматриваю как просто какое-то дело какое-то занятие которое сподвигает меня задавать самому себе какие-то вопросы соответственно искать на них ответ и один из основных наверное вопросов которые себе сдаю ну кто я что я зачем я и тому подобное то есть могу ли я вообще быть существует ли вообще так называемая субъектность что не определяется биологии средой в которой мы живем ну и вообще я здесь чтобы узнать как она вообще может быть по-другому и может ли ну вот то есть в этом плане у меня граффити как инструмент которую в свою очередь может делиться например на какую-то там визуальную часть аля как это выглядит в итоге и условно на какую-то перформативно концептуальную можно так наверное разделить но так или иначе это все является лишь проводником с помощью которого ты приходишь каким-то непредсказуемым ситуациям с которыми ты так или иначе вынужден взаимодействовать ну то есть условно представь ситуацию при которой ты робот тебе предписано твоим кодом делать определенную задачу под номер один потом там повернуть налево и исполнить действие под номером 2 а ты при этом пытаешься делать все наоборот и у тебя еще дополнительно открывается какие-то еще ветки развития событий тебя нахуй в этот момент каратит искры летят микросхема твоя отваливаются все начинает скрипеть а ты все равно идешь а твой центральный процессор пытается тебя вообще выключить потому что не понимает зачем она все нужно то есть как будто задаваясь вопросом что он делает чтобы что чтобы зачем блять столько энергии тратится которые не направляется на то чтобы просто распространить свой код а вместо этого происходит какая-то странная хуйня задаваясь там какими-то вопросами типа если вообще выбор можно на самом деле использовать граффити вот такие вот подобные занятия допустим довольно утилитарно в том плане какие-то попытки побороть свою лень свои страхи свой мозг посредством каких-то попыток себя контролировать что вполне вероятно иллюзия но при этом довольно сильный мотиватор лично для меня условно говоря если представить ситуацию при которой ты один на территории всего депо дохуя охранников человек блять 50 я не знаю куча камер холодно мороз и ты вокруг смотришь это просто замер в этот момент чувствуешь себя слышишь себя чувствуешь все что происходит вокруг словно с этим сливаешься в танце в каком-то смотришь в этот момент на краску которую по вагону стекает но ты также в этот же момент себя ловишь на том что тебе супер нормально тебе супер комфортно и ты не боишься и будто ты в этот момент вне своего тела ты одновременно со всем тем находишься рядом что может произойти только лишь потенциально и ты ловишь себя на мысли в данный момент что ты это предвкушаешь ты этого ждешь ты предвкушаешь что именно произойдет как ты это отрефлексируешь как ты это переживешь какие вопросы ты себя потом задашь как ты на них ответишь это причем может касаться не только даже вот какого-то подхода или сам рефлексии той же самой формы то есть самого рисунка потому что это так или иначе все это посоздается под воздействием определенных там каких-то факторов внешней среды и внутренней это все в коллаборации это все в симбиозе ну вот касательно даже экспериментов с какими-то инструментами да можно привязать там баллончик на палку с орудия такое нехитрое приспособление которое позволяет тебе за веревочку дергать чтобы спрей пшикался на высоте двух не трех метров эта палка тяжелая блять она тебя куда-то постоянно тянет руку ты не знаешь что у тебя получится потому что ты полностью это не контролируешь и от этого лишь интерес как будет выглядеть сам след то что я здесь был но при этом как именно это будет оно в некоторых аспектах важно или неважно то есть тут зависит реально от многого и на многом можно сделать акцент а не только на финальном результате то есть иногда с помощью того же самого инструмента себя хочется просто максимально ограничить ограничить свое тело тем самым бросив этому телу вызов и узнать какие у твоего тела еще есть возможности ну и касательно кстати вообще подходы касательно рисования на улице например эскизов я вообще уже давно не делаю как по крайней мере как какую-то подготовку некую то есть год или два я рисую на бумаге отдельно об этом я по своему приятный интерес на улице иду часто рисовать неподготовленный без эскиза то есть я не знаю что произойдет что будет сегодня изображено ну то есть все это является каким-то непрерывным диалогом который способствует поиску себя поиску вот этого я поиску личности поиску своей идентичности своей субъектности не знаю как это еще можно было бы сформулировать но при этом я себя в какой-то момент поймал на такой мысли что я никому ничего не доказываю мне это не нужно я этого не хочу у меня нету для этого никаких сильно стимулов скорее данные практики они являются каким-то таким своим отдельным миром пускай придуманным пускай каким-то просто симулякром но в которой всегда важно и может быть просто хочется просто побыть наедине собой побыть предоставленным самому себе и просто помедитировать просто с кайфом провести время что правда не всегда просто потому что эти действия как минимум данные практики являются не очень легальными и порой можно как-то вынуждено слышать какие-то странные звуки выполнять какие-то странные действия или выслушивать что-то или наоборот принимать на себя какие-то воздействия со стороны каких-то окружающих людей или еще каких-то странных сущностей так сказать хоть я и бывает ну полностью понимаю людей почему им это не нравится я не всегда считаю что я прав но при этом я всегда понимаю ответственность свою и всегда готов понести эту ответственность то есть у меня нету такого вот я к этому не готов если она случится будет полный пиздец нет я знаю что может случиться я к этому ко всему готов я готов всегда к любому исходу событий и я готов к последствиям как бы в чем бы они не выражались и это выражается не только в занятиях граффити а вообще в целом по жизни касательно любых своих действий при этом в данный момент я себе не нашел никаких веских причин или каких-то точек зрения чтобы просто перестать этим заниматься ровно так же как я не могу ответить пока что на вопрос существует ли воля существует ли что-то что можно назвать свободой воли в каком-то глубоком философском плане инструментом для поиска ответа на который вопрос это все является даже в том случае если все эти слова и мои действия на протяжении моей жизни были уже заданы и предопределены я ни о чем не жалею я могу себе гордостью сказать что я прожил жизнь так как нужно и я ни о чем не жалею я готов это повторять вновь и вновь